User Z8 спрашивает, будут ли блокировать YouTube в России? Ну, разговоров про блокировку YouTube и многих других платформ, глобальных продуктов, конечно, много. Мы знаем, что сейчас заблокированы все вот эти вот экстремистка, террористка, запрещенно-бандитская, преступные в Facebook, Instagram и прочее, да, то есть проклятые на всей территории православного мира. Правда, конечно, можно пользоваться и сейчас, и Instagram, и Facebook, если у вас есть VPN, то есть технология, это позволяет. Будут ли блокировать YouTube? Ну, тут есть такой один момент интересный. YouTube можно блокировать только целиком, весь. То есть нельзя заблокировать там один-два канала, то есть через технические способы. Можно там через судебное решение заблокировать, но это, сами понимаете, сложнее. А вот заблокировать весь YouTube можно только целиком. И, как выясняют у нас исследования в России, огромное количество людей пользуются YouTube вовсе не с политическими целями, а более того, абсолютное большинство пользователей YouTube – это люди, которые смотрят про какие-то кулинарные рецепты, про путешествия, про воспитание детей, про содержание собак, там, всё что угодно, да, металлообработку и так далее, и так далее. То есть огромное количество людей заинтересовано в наличии YouTube вот по этим вот совершенно обычным причинам, а вовсе не по политическим. И заблокировав YouTube по политическим причинам, лишат всех домохозяек вот этих вот интересующихся вот этих вот ресурсов. И, судя по всему, власти России опасаются именно вот этого. То есть вот это будет абсолютно чётким сигналом населению, что, ну, их там самым произвольным образом ограничивают в их возможностях. Как бы это ни странно звучало, но власти России реально опасаются россиян. То есть до тех пор, пока их совсем не разозлят, они, ну, могут с ними делать всё, что угодно. Вот если россиян разозлить совсем, то россияне могут что-нибудь такое нехорошее сделать. Например, пойти маршем на Москву, там, пешком, в обуви, с оружием, с дубинами или с пустыми руками. Это уж как получится. Ну вот. И тут, конечно, всем придётся не сладко. Давайте вспомним, как господин Пригожин с совершенно незначительной группой товарищей, правда, хорошо вооружённых, там, почти дошёл до Москвы, пока не пришлось от него откупаться и, там, значит, покрываться холодным потом и разлетаться из Москвы, значит, по всяким бункерам. Так что Ютьюб – это, конечно, страшная вещь для российских властей. С одной стороны, там процветает вся вот эта вот история, которая критикует федеральные власти, региональные власти и прочее, прочее. С другой стороны, количество домохозяек, вовлечённых в Ютьюб, так огромное и так велико, что Кремль, видимо, побаивается на самом деле их всерьёз злить. Так что я пока не вижу перспективы блокировки Ютьюба в ближайшие, условно, 2-3 месяца, а там будет видно. То есть я думаю, что когда Ютьюб заблокирует, это будет самым острым моментом кризиса режима Путина. То есть вот после этого начнётся распад окончательный. Ну, пока этого мы не наблюдаем. Продолжение следует...